Здравствуйте, Сергей Константинович! Начнем с вопроса от российской газеты. Интересует строительство крупного объекта на Гороховом поле. Данный объект окутан мнениями, слухами злопыхателей о том, что, мол, стройка сворачивается, планируют сворачиваться и вообще лицензии на это строительство нет. Так ли это? Стоит ли верить? Разве эти мифы? Мы сейчас говорили о сельском хозяйстве. Есть такое выражение «каждый суслик в поле агроном». Поэтому специалистов в строительстве, значит, почему на стройке нет? Вот здесь, по-моему, блогер, подняли документы. Еще советская власть, скажем так, собиралась построить жилой комплекс на Гороховом поле. И мне показали там проработки, проекты, значит, скажем так, глубоко символично. То, что все-таки мы вернулись к проектам, которые задумывались еще о Советском Союзе. Надо сказать, что я вот лично в квалификации инженеров, строителей или инженеров других специальностей, я вот лично не сомневаюсь. Так вот, Гороховое поле, я недавно встречался и с нашими учеными, и были там представители Института Мерзлотоведения. Когда мы с ними общались по Гороховому полю и раньше, по Гороховому полю линзы исчезли. Последние исследования были 40 лет назад. Наши геологические изыскания от строительства, именно, значит, наличие этих линз уже не подтвердили, не обнаружили, и у науки есть этому объяснение. Другой вопрос. На Гороховое поле очень долго, я не знаю сколько лет, сбрасывалось прямо на поле ливневая канализация. Эту трубу, значит, я вот лично обнаружил, когда мы осмотрели площадку под президентский. Сейчас это прекращено. Более того, сделаны расчеты, оценки, проведены геологические изыскания. Опять же, техническая часть проекта уже прошла в госэкспертизу, в главах госэкспертизу. И в целом, значит, там нет никаких задержек, вы знаете, что идет, так называемая, подготовка площадки. С учетом, просто с учетом различных вариантов финансирования, дом РФ, не дом РФ, инфраструктурный бюджетный кредит, или вот то, что мы с Константином Георгиевичем Цисковым обсуждали, есть еще возможность получить, значит, прямое финансирование, как грант. Если ты реализуешь проект в рамках комплексной застройки, сейчас тоже будем несколько менять подходы к реализации Горохового поля. Поэтому в экспертизе находятся проекты, значит, решения. Более того, сейчас будет подаваться в первом квартале, в начале первого квартала, еще ряд проектов по Гороховому полю. Проект вышел уже на такую стадию, значит, реализации, что остановить его просто невозможно. Реализацию этого проекта взял на контроль правительства Российской Федерации. Мы уже с 22-го года начнем отчитываться о ходе строительства и о ходе ведения работ на этой территории, на этом объекте. Объект комплексный. Значит, вы знаете, я посмотрел, мне нравятся такие вещи, если кто-то обратил внимание, я посмотрел, значит, там решения, предлагаемые по школе, по детскому садику, по центру образования для детей. Очень интересно, значит, я попросил меня там получше подготовить, поярче. И, я думаю, значит, вот в ближайшее время, значит, я поделюсь этими фотографиями или этими решениями с колымчанами. Еще раз повторяю, решение, минимум Московская область называется. Почему нам должно быть хуже? Тем более поддержка, федеральная поддержка по реализации таких проектов у нас есть. Я уже говорил о том, что вот январь месяц, значит, это фактически, я так понимаю, несколько правительственных комиссий уже состоятся, где будут рассматриваться наши вопросы в общей сумме практически на 50 миллиардов рублей. Это серьезная цифра. Почему нам нужны хорошие строители? Если ты что-то смыслишь, если ты что-то знаешь, выйди, покажи, как надо. Значит, вот тут еще настройки, пожалуйста, самореализоваться, возможности есть у всех. Спасибо. От информационного портала СНьюс. Ежегодно Магаданская область, да, наращивает объемы подавычи драконталов. И все-таки интересует вопрос, планируется в будущем строительство финансового завода в нашем регионе или же мы все-таки будем дальше продолжать отправлять золото за пределы, опять же, региона. Если у нас здесь будет Афинашка, то это не секрет, что это рабочие места дополнительно, как на старой Афинашке, 220 человек, насколько я помню, да, работало, налоги и так далее, так далее. Будет в будущем? Мы фактически начали пресс-конференцию с вопросов коронавируса и о том, как прививаться через убеждение или через, называется, принуждение. Вы знаете, что вопрос Афинажного завода для Колымы является очень болезненным. Я неоднократно беседовал с нашими золотопромышленниками, и как слышат слово Афинажный завод, их начинает трясти. И по нескольку уже по какому разу слушаешь один и тот же рассказ, правда, в разной интерпретации, о том, как это было. Значит, вопрос о Афинажном заводе, почему у вас его нет, что мне кто-то так назывался, не задавал, и здесь, и в Москве, и так далее. Ну, у промышленников есть очень хороший ответ, значит, покойный Христоф, как сказал Сергей Константинович, если будут созданы условия, нет вопросов. Но одна из проблем, значит, это и стоимость рабочей силы, и самая главная стоимость электричества, то, о чем мы с вами говорили. Значит, я думаю, что все-таки строительство Афинажного завода, это все-таки вопрос не самого далекого будущего. И, опять же, не через принуждение, а через создание экономических условий. Тогда это действительно, значит, нужно и выгодно региону. Хорошими темпами идет работа по поднятию затопленных судов, да, со дна Нагаева. Но хотелось бы уточнить, будет ли вестись работа по поднятию, если это правильно сказать, автотранспорта со дна БУ. Ответить коротко, значит, на вопрос, планируется ли или нет, нет, не планируется. Честно, даже не задумывались. Но если там прокомментировать, конечно, значит, я согласен с тем, что сразу за Байкалом, значит, идет Нагаевская бухта, значит, без сомнений. Для нас всех. Это первое. Все-таки я хочу отметить, что в Байкале питьевая вода, значит, у нас вроде пока не питьевая. И в этом, значит, наверное, разница в подходах по очистке. И, если хотите, по Байкалу это требование, наверное, всего международного сообщества, потому что, значит, ну, такой резервуар брестной воды и вообще уникальный по себе, уникальное место, уникальное озеро. Наверное, даже не озеро, а море. Что касается бухты, вы знаете, у нас водолазы корабли-то найти сразу не могут. Часть кораблей выли, выли там на дне уже их просто отыскать не могут. Знаем, что они есть, а вот где найти не можно. Поэтому, значит, машины, наверное, будут отыскать еще сложнее. Поэтому здесь не так все просто с подъемом. Мы планируем сосредоточиться в следующем году на подъеме кораблей. В основном это рыбный порт и, по-моему, там два корабля возле пирса порта флота. Ну, два сутка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова